Всех приветствую! Продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Мундиль Ферри и его дети. Невесело жилось с первым людям. Во всем мире царила вечная ночь и лишь тусклый мерцающий свет звезд немного рассеивал темноту. Солнца и луны еще не было, а без них на полях они зеленели посевы, а в садах не цвели деревья. Тогда, чтобы осветить землю, Один и его братья добыли в Муспельхеями огонь и сделали из него луну и солнце. Самое лучшее и самое красивое из всего, что им когда-нибудь удавалось создать. Боги были очень довольны плодами своего труда, но никак не могли придумать, кто же будет возить луну и солнце по ним. В это самое время жил на земле человек по имени Мундиль Ферри. И были у него дочь и сын необыкновенной красоты. Мундиль Ферри так ими гордился, что прослышав о замечательных творениях богов, назвал свою дочь Суль, что означает солнце, а сына Манни, то есть луна. Пусть все знают, что сами боги не могут создать ничего более прекрасного, чем мои дети, думал он в своем языком мире. Но, однако, вскоре ему и это показалось мало. Узнав, что в одной из селений неподалеку живет юноша, лицо которого так красиво, что сияет, как самая яркая звезда, за что его и прозвали Глен, что есть блеск. Мундиль Ферри решил женить его на своей дочери, чтобы дети Глена и Суль были еще красивее отца с матерью и все остальные люди на земле им поклонялись. Замысел гордеца был известен богам. И вот в тот самый день, когда он собирался выдать дочь замуж, перед ним неожиданно появился Один. «Ты очень горд, Мундиль Ферри, — сказал он, — так горд, что хочешь сравниться с богами. Ты хочешь, чтобы люди поклонялись не нам, а твоим детям и детям твоих детей и служили им. За это мы решили наказать тебя. И отныне Суль и Манни будут служить людям, возя по небу луну и солнце, именами которых они названы. Тогда все увидят, может ли их красота затмить красоту того, что создано руками богу». Пораженный ужасом и горем, Мундиль Ферри не мог вымолвить ни слова. Один же взял Суль и Манни и поднялся с ними на небо. Там боги посадили Суль, запряженной парой белых коней колесницу, на переднем сиденье которой было укреплено солнце, и приказали ей весь день ездить по небу, останавливаясь только на ночь. Чтобы солнце не сожгло девушку, братья боги закрыли ее большим круглым щитом, а чтобы коням не было жарко, они повесили им на грудь кузнечные мехи, из которых все время дует холодный ветер. Мане тоже дали колесницу, на которой он должен был возить по ночам луну. С тех пор брат и сестра верно служат людям, освещая землю. Она днем, а он ночью. На полях весело зеленеет хлеба, в садах наливается соком плоды, и никто уже не помнит того времени, когда в мире господствовал мрак, и всего этого не было. Вот так вот и скандинавский саг о Мундиль Ферри и его детях. Пока-пока, до свидания.